У нас еще одна карта. Первая карта финала Фнатик против Хелл Рейзерс. Дэй Мираж. Выбор команды Фнатик. Ножи! Ножи, 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 ножи. Джи. Ну, Джи всегда был силен с ножом. Ножи это его сильная сторона. Дробовик, ножи. И Джи, как рыба в воде с этим холодным оружием. Но у Кучера 100 хп, поэтому Кучер, в принципе, должен сам всех зарезать. А вот в дырку-то они зря собрались лезть. Правильное решение. В дырку не нужно. Это была замануха. Ангел келяет в лушу. Убегает у нас Олаф Мейстер. Ну, вот видите, Фнатики борются за ножи. Пытаются как-то разводить. Ай-яй-яй, Олаф, Олаф. Ошибочка. Так, Ксения, почему перестали играть Трейн? Трейн перестали играть, потому что посчитали, что эта карта слишком непопулярная. Ее никто не играет, кроме некоторых маргиналов, так сказать, в кавычках. Хотя на самом-то деле самые жесткие, самые серьезные команды, они играли Трейн. Но, увы, все в мире работает на попсу, друзья. На количество. Поэтому не играют Трейн большинство зрителей в матчмейкинге. Поэтому Трейн решили убрать. Итак, пистолетный раунд сразу же начался. Обе команды написали рейди. Хеллрейзерс начинает у нас за атаку. Они выбрали у нас... Выиграли ножи и выбрали атаку. Просто... Ну, это фейспалм. Зачем вообще тогда играть ножи, когда, ну, все в мире команды, кроме Хеллрейзерс, выберут защиту? Кримс забирает на симпла. Пошел размен. Живи, до этого умер. Как всегда, наверное, агрессивничал. Погибает флуша в зиге. Те время, Пронокс находится у нас на Б-пленте сверху. Ну, эту позицию чекают все. Я думаю, Кучер тому не исключение. Хотя Кучер уходит. Выход будет, скорее всего, на А-плен. Кримс у нас на респауне. На Дельпане находится Олаф Мейстер. В меньшинстве находится команда Фнатик. Ну и совсем скоро нас ждет стычка. Стычка на А-пленте. Ну, видимо, команда Хеллрейзерс решила, мол, лучше начать за террористов, набрать свое количество какой-то раундов определенное, небольшое, а потом тащить за диффенс. Типа того. Но, конечно же, все другие... Ой-ой-ой, Олаф Мейстер остается 1-2. Крутые хедшоты повесил. Минус Доси, минус Кучер. Но, если команда Хеллрейзерс грамотно сыграет на размене, тогда у Олафа все равно шансов очень мало. Или просто выйти вдвоем на раз-два-три. Собственно, как и поступили у нас Ашеры. 1-0 в пользу наш с вами ребят. Полный бай у команды Хеллрейзерс. Хеллрейзерс, как мы видим, 4 АК 47-х, что купит Симпл. Скорее всего, просто пистолет 2-й армор. Симплу дали дроп в виде АК, а вот Доси будет играть у нас с пистолетом и 2-м армором. И, что я хотел сказать. Но остальные команды, конечно же, они выбирают диффенс и отталкиваются от другого решения. О, кстати, наш с вами любимый 5-7. Если вы помните, о чем я. Цвета. Любимого цвета. Ну, кстати, так в игре смотрится ничего. Неплохо. И все остальные команды, они выбирают диффенс и говорят себе, мы прибьем своих оппонентов без шансов за деф. Ой-ой-ой. Ну, живи, как всегда, великолепен. Просто вышел с СЗшки, нанес необходимое количество демеджа, потом взял, забрал смухи и все. Но при этом пропустил зигзаг. Он ожидает еще игроков, которые будут проходить. Там уже никого нету. В центре находится у нас один игрок команды Хеллрейзер. Сорлфмейстер его замечает. Замечает также еще второго игрока с бомбой. Кто это у нас там загулял? Доси, видимо, бегал за бомбой. Марик отвечает у нас за окно. Тем временем Бэплэн полностью занят. Все позиции под контролем команды Хеллрейзер. Ну и, в принципе, этот раунд нужно постараться, чтобы отдать. Ну, были бы Нави, сказал бы, что могут. А Шары, в принципе, играют на Эко на порядок лучше, чем Нави. Хотя напряжение возникает. Олаф Мейстер келяет у нас Ангела. Выход еще! Ой-ой-ой-ой-ой, Олаф! Один в три! Ну, я просто сглазил своими Нави команду Хеллрейзер. Сын Маркелов отдает в конце. От раунда Олафа еще и дефузы были. Один-один. Фнатики. Ну, тут скорее даже не Нави и не Ашер. Тут Фнатики отыгрывают Эко-байраунд. Наверное, команда, которая больше всех в мире берет таких волевух. И матч с Ашерами не исключение. Вот это да! Вот это да! Так. О чем у нас разговор? Розыгрыш Дезерт Игла. Да, кстати, друзья, я в своем паблике ВКонтакте. vk.com. Slash. Сеня.navi. Ну, цех 9. Нави, одним словом. Или там в чате, ссылка появляется, время от времени разыгрываю. Дезерт Игл, который я достал недавно из сундука. Ничего особенного, но просто красивый Игл. Не могу сказать, что он какой-то дорогой. Хотя я вообще не разбираюсь в скинах. Не знаю, что, сколько стоит, но... По-моему, он недорогой. Может, пару долларов. Выход на Аплэнд. Тут у нас два игрока команды. Фнатик разбирается без шансов с Ашерами. Я все-таки не могу отойти от прошлого раунда еще как-то. Вместе с вами, наверное. Во-первых, что сделал Олаф Мейстер. Во-вторых, как команда Hellraiser, заняв B, поставив бомбу. Вроде бы все встали на своих позициях. Сумели парня взять и подарить раунд Фнатикам. Но бывает такое. Флуша играет агрессивно в мидле. Его сразу же келяет. Пронок встречает нас за B. Живи в окне. Но вот знаете, мне кажется, рано или поздно эта наглость и агрессия команды Фнатик все-таки сыграет с парнями злую шутку. И они проиграют из-за этого какой-нибудь свой ключевой матч. Вот вспомните эти слова. Не знаю, кто будет комментировать тогда этот матч. Но были в истории похожие команды. Сборище супер-мега-стрелков с опытом. Даже не то чтобы с опытом, но с очень крутой индивидуальной игрой. Но вот эта чересчур уверенность в себе, она всегда потом возвращается. И вылазит боком. Ну, посмотрим. Пока что Фнатики как раз благодаря этой уверенности в себе, в невероятной стрельбе и крутому индивидуальному скиллу являются самой лучшей командой в мире. Олаф Мейстер играет у нас в коннекторе. Знает, где находится Егор Маркелов. Марик контролит у нас окно подвалы. Олаф, не знаю, слышит ли яму. Пока что нет. Человек периодически себе лево занимает головы. Марик тем временем заходит в коннектор и должен сейчас забирать Олаф Мейстера. Заходит ему в спину, делает фраг. Ситуация 2 в 4. Марик убивает также Джи Ви. Но тут, в принципе, уже нужно было делать сейв. Аплэн полностью занят. Фнатики отдают на второй раунд команде Хелл Рейзерс. И в этом плане наши парни большие молодцы. И счет становится 2-2. Ашер вроде как определенную страну не представляет. Интернациональная команда. Все верно. Наикиру, а привет тебе, мой новый подписчик. Все верно. В составе команды Хелл Рейзерс 3 украинца. Маркелов, Симпл и Ангел. Дося и Кучер, граждане РФ. Ну, тут, опять же, можно, в принципе, и украинский флаг ставить. Потому что 3 украинца. Вроде как 60% команды. Ну, опять же, тут кто как хочет, друзья. Вообще не берите это в голову. Это абсолютно не важно. Тут всегда зависит еще от сайта, например. Или от админа на сервере. Какой он флаг поставит, такой и поставит. Например, там бывает, геймин-сайт ЮА, он ставит украинский флаг. Какой-нибудь русский сайт поставит русский флаг. ЛСНГ флаг. Белорусский вообще там поставит белорусский флаг. Скажет. А пускай так. Мы знаем, там, Симпл играл в команде iGaming. Там играли с ним белорусы. И тогда мы имеем право ставить белорусский флаг. Вот все. Симпл. Киляет у нас Олаф Мейстра. Ситуация 4 в 5. Бомба устанавливается возле дефолта. У флуши 1 хп. Минус бомба. Минус Симпл. Минус кучер. Ой-ой-ой. Как же Дживи крут сыграл. Коннектор заходит на скримс. У Дживи еще остается 40 хп. Забирает он Ангела. И это просто квадрокилл. 4 килла от Дживи. 1 килл от флуши. Раунд остается в команде Фнатик. Симпл спрашивает еще, сколько у него хп. Но хп у него было достаточное количество. Около тридцати. Дживи. Дживи у нас. Играет в окне. Промахивается по мидлу. Марик бежит у нас. По респауну. Ну, вообще. Вообще, на самом-то деле. Опять же, я не хочу в политику вдаваться. Но если отталкиваться от логики той, что кучер играет за сборную Украины. Значит, он не признает паспорт РФ. То есть, он его не взял. Он отказался от своего русского гражданства. Которая, якобы, всем крымчанам, не отказавшимся от русского гражданства, идет по дефолту. Соответственно, у нас 4 украинца в составе. И дося, гражданин РФ. Ну, а если все-таки кучер скажет, что у него 2 паспорта. Тогда он нарушает закон Украины. Потому что в России разрешено двойное гражданство. В Украине двойное гражданство запрещено. Поэтому он, если у него есть русский паспорт, он не может играть за украинскую сборную. Но так как он играет за украинскую сборную, тогда все-таки Hellraiser сможет смело брать украинский флаг. Вот такая вот. Вот такая вот теория. Счет в итоге становится 5-2. Команде Hellraiser нужно немножко перестроиться. Ну, в принципе, я бы даже не сказал, что стоит перестраиваться как-то сильно. Например, позапрошлый раунд они отдали, ну, из-за, наверное, недостатка коммуникации. Не прикрыли одну из позиций, где был GV, который в итоге убил бомбы и убил очень важных людей. Если сейчас, в принципе, делать такой же раунд и справиться с GV, тогда можно легче его брать. Но тут Фуша перестреливает в Зиге одного. GV отвечает, минус симпл. Ситуация 4 в 3. GV получает у нас прострелом в голову. Марик его добивает. Пронус убивает кучера. Размен от Олаф Мейстера. Ситуация 2 в 1. Один Егор Маркелов. Бомба рядом возле коннектора. Пронус знает, где он находится. Марик пушит нас единицу. Но бомбу-то оставил он в девятке. И Олаф Мейстер с Рабана келяет Егора Маркелова. Счет 6-2. Ангел откидывает дефолтный смок в начало Зига. GV у нас работает в окне. Понимает, что смок никого не увидит. В коннекторе находится GV с АВП. Олаф на Дельпане. GV перестреливает при этом Ангела у нас. Тем временем, выход на АБ-плэн. Тут у нас Пронус келяет. Ой, да, это Пронус. Я думал, что уже свой убил у нас одного из игроков Hellraiser. Но нет, там был просто ассист. Видимо, попал или гранат, или ножиком пырнул в спину. Бывает такое. 7-2, друзья. Фнатики в защите. Я напоминаю, проиграли они, по-моему, какой-то раунд. Первый раунд у нас взяла команда Hellraiser. Второй раунд взяла команда Hellraiser. А потом была вот эта досадная эго, которая, в принципе, очень многое здесь порешала в этом матче. Но, опять же, не время сейчас Hellraiser об этом думать. Это мы с вами можем подумать. Да, как же было обидно. Но Ашеры... О, а вы говорили, что здесь не шьется. А может, все-таки шьется? А? Это же супер-мега-прострел. Шьется! Кто-то мне говорил, что здесь не шьется, а? Выходи, выходи, щята. Это все, ливай. Шьется здесь. Вот они, эти пули. Этот прострел можно использовать, в принципе, не так быстро, точнее, не так медленно, как это делал Флуша. Его стоит делать, наоборот, быстро. Потому что игроки атаки очень часто бегут в подвале, сломя голову в количестве двоих людей, занимая центр. И как раз из зига можно их попытаться нашить. Но, опять же, я никогда еще не видел, чтобы этот прострел наносил там какую-то массу демеджа. Марик забирает живи. И до этого умерли у нас Флуша вместе с Кримзом. Команде Hellraiser стоит брать тот раунд. Для этого нужно собраться вместе и зажать хотя бы один из плантов. Тем временем, Олоф Мейсер Аркайд занимает ковры. Дося его слышал. Нет, не слышал. Не слышал, но подозревает, что, возможно, человек находится в коврах. Потому что это единственная позиция, где не было игрока атаки. Ну и вроде как пристально внимание как раз сконцентрировано на ковры. Олоф Мейсер врывается, видит Симпла. Но Дося на чеку. Счет 7-3. А Шеры берут раунд. Олоф Мейсер на Дель Пани. Пронокс на пленте. Флуша в Зиге. Дефолт команды Фнатик. Но, как всегда, агрессивно играет Джи Ви в окне. С маком не попали у нас ребята из команды Hellraiser. Сангел занял тем временем мидл. Мне кажется, Джи Ви не знает, что там находится Ангел. Только что увидел капитана команды. В итоге получил прострелом. 6 хп остается у Кирилла. Но хорошо, что выжил. И вот посмотрите, как же бросает у нас с Натики точки. Просто втроем, четвером иногда принимает одну из позиций. Ну и потом возвращается. И, соответственно, дальше стоят на дефолте. Неплохое решение. Таким вот образом вместе играют шведы. Начинается выход на Б-плент. Симпл взрывает случайно Ангела. У которого было, я напоминаю, 5 или 6 хп. Келяют Пронокса в Зиге. Флуша, я думаю, в этой позиции уже будут не ожидать. Флуша, келяют на Скучера, который, в принципе, смотрел его. Остается один лишь Егор Маркелов, который подобрал снайперскую винтовку от Симпла. Ну и Егор один в два будет стараться. Есть игрок у нас в Зиге. Есть игрок в библиотеке. Егор крутит вертель своим прицелом. И получает очень много дэмэджа от Кримса. Счет 8-3. Фнатики берут еще один раунд. Ну, а Шерам нужно взять хотя бы два... Ну, хотя бы один. Хотя бы один еще раунд и пистолетный. В принципе, может и троих хватить, если пистолетные возьмут. Но рисковать и... Играется еще там 12-3 в первой половине. Хотя, с другой стороны, они не зря взяли атаку. Они как раз и отталкивались от этого. Взять за атаку... Ну, как можно больше раундов. Ну, 3 так 3. Взять пистолеты за диффенс и тащить. То есть, отталкивались от того, что тащить за диффенс им легче, чем тащить за атаку. Вот так вот. Ангел. Киляет нас в лушу. В большинстве находится команда HellRaisers. Смог в окне. Прилетает Смог еще один. Живи должен уходить. Тем временем, Кримс рядом отвечает за коннектор. Подсадочка в окно у нас вроде как не прошла. У нас там кучер. Ангел кидает хаешку в комнату. В комнате пусто. Прилетает хае интересная такая на единицу. Которая 4 хп всего лишь снесла. Не знаю, кто... Ну, в принципе, если бы у нас... Игрок защиты играл на позиции Адрена. Тогда, возможно, 30-40 хп-то хае забрало. Тогда в ней действительно есть смысл. Но так я не знаю. Пронакс. Действует у нас в коннекторе. Чекает все здесь позиции. Замечает Ангела. Как же круто стреляет команда Фнатик. Тем временем, выход на б-плент. На б находится у нас живи с АВП. Не самая удобная позиция. Пропускает одного. Попадает при этом по кучеру. Вот это реакция. Еще один минус. И... Хотелось сказать еще. Но нет. Справились с живи. Отдали всего лишь двоих игроков. Марик делает килл. Бомба устанавливается. Погибает на скримс. Ошибочка вышла. Но вот сзади-то Пронакса почему-то не ожидали. Один лишь Дося на Форесте. Причем прячется. Не выдает свое месторасположение. Начинает действовать. Вроде как по таймингу все было круто. Но немножко не заимил Досяныч. И потерял массу времени. Не справился с Олфмейстером. Но там уже и Пронакс подходил. Поэтому... Точнее с Пронаксом не справился. Но подошел Олфмейстер и сделал свой фраг. И это уже 9-3. Пока что у Хеллрейзерсов игра не выходит. Симпл. Но это баг. Это баг КСа, который исправили недавно. Но до сих пор есть еще такие вещи, когда... Просто сейчас у нас Симпл убил своего ангела. Поэтому система засчитала это как сейв. Но в самом-то деле сейва не было. Экараунд от команды Хеллрейзер сыграет с пистолетами. ЦЗшки по 250. И пытаются сделать какие-то фраги по всей карте. Пока что ему удалось убить только Кримза. Тем временем Симпл выходит на Б. Если он убьет Пронакса, можно ставить бомбу. Можно пытаться делать Плэнт. Но у Симпла уже очень мало ХП. И Пронакс его увидел. Плэнт. 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 Кримс Киляет нас Маркелова Олаф Мейстер Убивает Кучера Команда Hellraiser Начинает выходить на Аплэнд Кримс заходит в коннектор У Симпла 43 хп Он играет с АВП Стоит на яме Олаф Мейстер Погибает от Доси Доси действует с ковров Его вместе убивает вся команда Фнатик Симпл откидывает у нас смачок на единицу И увы Ничего у команды The Hellraiser И в этот раз не выходит А это уже последний раунд Первой половины Потихонечку Игра у нас возможно подходит к концу Как всегда многое зависит от пистолетов Если Пистолеты достаются команде Фнатик Тогда это Быстрая игра на карте Дэйн Ферна Ну и нас ждет Дос 2 Сенька Ты в Квейк играешь Играл В Квейк 3 я играл И в Квейк Лайф я играл В принципе Неплохо на любительском уровне Но Никогда сильно в него не тренировался Вообще игры один на один Они очень сильно выматывают Невероятно сильно выматывают То есть все зависит только от тебя И ты должен играть на пределе своей концентрации В командном спорте можно немножко халявить В этом плане Дося Дося бежит под Б Дося бежит под Б Но здесь Джи Ви Давайте смотреть за Михаилом Сумеет ли Сумеет ли нас удивить Нет Джи Ви как всегда Великолепен 12-3 в первой половине Очень серьезный диффенс Нам показала команда Фнатик Оба коллектива пишут Рэди Ну и начинается пистолетка Флуша Откидывает у нас смачок в окно Кстати нужно вот мне этот смачок выучить Я все забываю в какой демке его посмотреть Вот запомните Хеллрейзер Снатик Потому что хочу запилить гайд с этим смаком Удобно для вас Я все забываю Потому что в принципе смак более-менее надежный И постоянно я вижу Как команда та или иная его попадает Заход на Б-плэн Кучер играет на Форесте Прилетает уже на хелпу на Симпл Убивает он одного Кучер помогает Флуша келяет Симпла Ситуация 2 в 3 Дость красный Марик 55 кп Кучер красный Бомба выпала в арке В спину заходит Пронакс Я так понимаю Просит пожить с Флушу Флуше нужно жить Вот смотрим какая коммуникация у нас у команды Фнатик Ну просто поживи Вот почему Все таки видите говорят у Нави плохая коммуникация У команды Фнатик тоже с коммуникацией Проблема Но тут наверное не только с коммуникацией была проблема А сколько вот с той агрессии Которая присутствует у Фнатиков С той Чрезмерной уверенностью То есть в принципе Флуша сделал еще один важный фраг Ему нужно было там засейвиться Встать на переднем пленте Вообще не вылазить Смотреть одну позицию Ждать пока Пронакс зайдет в спину Пронакс бы делал килл Уже в 2-1 разыгрывали Но тут Флуша летал Хотел как всегда отличиться А иногда оно того не стоит Команда Фнатик Начинает пушить Как всегда Рашем Б Ангел пока что никого не убил И Фнатики Ну вот Сколько раз Вот сколько раз вы видели Когда Фнатики рашат Б Друзья Правда Наверное 10 раз Только у меня на стримах Вы видели это Раза 4-5 Плюс если брать Еще другие русскоязычные стримы Раз 10 я думаю Правильно Вот с Нави всегда В практике рашат Б С Ашарами рашат Б Никакого вывода не делает Наша команда И Нави не делали И Ашары не делают Не укрепляют Б Не гранаты покупают Хотя что нужно Нужно возможно Купить Фамас Купить точно дым Попытаться принять Купить коктейль Молотова Купить гранату Хае Сделать засаду втроем Например Почему бы нет Втроем встать на Б Дождаться раш Если раша нет Тогда разойтись по своим позициям Но Дефолт полный от команды Хеллрайзер В итоге Фнатики Просто рашат Б Берут раунд Благодаря своей стрельбе И благодаря чему Находчивости что ли Нашли они Путь Взятию раунда У всех команд мира Ой-ой-ой-ой Вот это Вот это мув Вот это подсадочка Симпл Пуш у нас Б Живи рядом Перестреливает у нас Молодого бойца команды Хеллрайзер Был у нас еще кучер на прикрытии Делает свой фраг В итоге ситуация 4 в 4 Есть у нас 2 кольта У команды Хеллрайзер 2 цзшки У Ангела И Маркелова Симпл пишет НС И смайлик Ну я не знаю К чему тут писать НС Если честно Чувак стоял 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 Слышит набегающего На себя игрока И сыграл Так сказать Контр Выпад Избрил Это ж цзшка Он мог в принципе И дождаться Точно так же Симпл И попасть ему в голову Но тут даже и в голову Можно было не попадать Просто на ближние 4 или 3 там В тело Дрык Как цзшка Знаете убивает Вас на матчмейкинге Так Дрык И все Марик Остается 1 в коннекторе Бомба при этом Находится в мидле Вроде как игроки атаки Знают где находится Их оппонент Ну и Марику Я думаю осталось Не очень долго А это был Волевой бай От команды Хеллрейзер Егор Марки Он берет Роун Ух ты Ответ От старины Егора Показывает нам сразу АК 47 Который он Добыл В этой битве Все таки Команда Фнатик не знала до конца Где искать Марика Знали что Предположительно в коннекторе Но вот проверили не тот угол И Марик Благодаря своей цзшке Сыграл на этом Ну цзшка это действительно Один из лучших автоматов В этой игре Заметьте Не пистолетов А автоматов Кучер На Форесте На заднем планете У нас Ангел Дость простреливает Олов Мейстра Живиска погибает От Симпла Кринц принимает окна Флуш в начале Зига Ситуация 2 в 5 Бомба выпала Ну фнатики попытаются Еще сделать какие-то киллы Но Увы 13.6 Друзья Вот он еще раз Этот смог Стоит он в угол Целится 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 И кидает Ну хороший смог Попадает сразу Да Трык Но Вроде как Вроде как Не точный Но есть тут чель Нет Нет Точный смог Очень точный смог Обязательно Попытаюсь его повторить Команда Фнатики начинает Пуш на зигзаг Отличные фраги От Ангела С Фомаса 2 хэдшота Он вешает При этом 100 кпс Тормора остается Тем временем Под Б Он отживи вычисляет Кучер Кучер Своим ребятам Ну Ребят Не понимают Это еще раз Все таки Доказывает Проблему Возможно Какую-то С коммуникацией У команды Фнатик Потому что Олаф Мейстер Выходит на Нужно давать Инфу Ого Дося Зарезал Зарезал Живишку Но это Правильное Решение Это Минус Мораль Возможно Фнатики С одной стороны Можно разозлиться И заиграть Лучше С другой стороны Можно разозлиться Заиграть Хуже Или Начинать Нерничать Например Оу Меня уже Режут Что происходит Ребята Как так Паника Какое-то Такое Моральное Давление Возможно Теперь будет Присутствовать У фнатиков Но Лов Мейстер Сейвит С другой стороны Олаф Выходит на Понимает Что оно чисто Спускается Все проверяет Зовет своих парней Парни возвращаются Видят Дося Поджимают Убивают Досю Бегут На Тем временем Олаф должен Законтролить Дельпана Тут была бы Правда Стычка И непонятно Кто кого бы Перестрелял Потому что Олафу Нужно было Проверять Бо весь Плэнт И он не до конца Знал Где кто Находится Ну Предположим Олаф забирает У нас игрока И все Аплэнт Полностью взят Сюда кладется Смог И бомба Ставится Раунд взят Но В итоге Фнатики там Олаф вышел На А повоевать Хотел повоевать Фнатики выходят На В воюют Каждый действует Просто в своей позиции Олаф Мейстер Выходит через яму Замещает Дось в коврах Делает свой фраг По телу Видит дальше Егора Маркела на голове Марик Спрейт Аплэнт чист Если смог Смог может появиться Благодаря Умершему Досе Хороший коктейль молотов Под ковры Заставляет Живи выбегать Марик делает килл Пронакс красный 20 хп Ну и кстати Вот Пронакс Он Капитан Из той серии Который В принципе Не сможет И Дэвил Волк Я думаю Тренер из той серии Который не сможет Ну в какой-то момент Капитан команды Как я считаю Он должен Ряфнуть на свою команду Сказать Всем тихо Рассказать Комбинацию Рассказать тактику Всех угомонить Всех успокоить И заставить Перестроиться А вот Пронакс Мне кажется Он Капитан Абсолютно Не из этой серии Он просто Дает волю Скажем так Это тоже Тоже хороший тип Капитанов Который шифрует Тактики Который координирует И которому Абсолютно Все равно При этом На победы И неудачи Скажем так То есть Отдала команда Эко Ну отдала Эко Взяла Эко Ну взяла Эко То есть Ну Чтобы вы Примерно понимали Мне кажется Что Тех качеств Которые Нужны Пронаксу Они есть Например У Дани Зевса А те качества Которые Есть Нет Точнее У Дани Зевса Они нужны Пронаксу По-моему То же самое Сказал два раза Живи забирает Нас Ангела Тем временем Ол оф Мейтса Погибает Ситуация 4 в 4 Ну в общем Дополнять нужно Друг друга Я вот даже не знаю Кто у нас В мире Все время спрашивают Кто у нас Лучший там Стрелок Кто лучший снайпер А вот кто лучший капитан Я в своей жизни Поиграл Со многими капитанами Но только с одним капитаном Так Симпл очень круто Разыгрался Сделал 3 фрага 2 фрага Прошу прощения И вот по-моему Нет Это второй 2 фрага Дося 2 фрага Симпл 13-9 Команда Хеллрейзер Пока что тащит Тащит не по-детски Ну и в общем Кто лучший капитан В мире Вот в чем вопрос Вот он еще раз Этот смог Флуша решил Мне все-таки Научить Кидать этот смог В окно 13-9 У нас Счет по картам Ой По картам На карте По картам У нас 0-0 Фнатики начинают Быстро подходить На Б Пытаются вычислить Кучера Рядом с Кучером Находится Ангел Выход уже На точку Кучер погибает Ангел Ангел Что делал Ангел Почему он смотрел В библиотеку Когда там никого не было Но видимо он Случайно Или испугался Или не понял инфы своих тиммейтов В итоге Байплайн занял Вот обратите внимание Насколько просто Играют Фнатики Вообще Ничего Сверх Каких-то тактик То есть Пытались там Выйти на Пытались выйти на Б Так прошу прощения Досит делает Хороший размен Ситуация 3 в 3 Можно еще побороться Бомба в принципе Уже пикает Остается секунд 10 до взрыва Или 15 Тимпл убивает Нас в лушу В библиотеке На Форесте Играет Промакс И всех отстрелили Тоже хорошо Денег у команды Фнатик будет очень мало В следующем раунде По 3 700 По 3 900 Естественно Они будут делать бай И это неплохо Если сейчас Ашары возьмут Просто раунд Счет будет 14 10 И эко от Фнатика Возможно 14 11 А там и 14 12 Не за горами Но Фнатики Просто на размене То есть Если ты Индивидуально Плохо Играешь То тебе по факту Уже не суждено Обыграть Фнатиков То есть Фнатики постоянно Давят какую-то из позиций И находят Слабое звено Ну Нельзя сказать Что Кучер Прям слабое звено Но вот Конкретно в прошлом раунде Он просто не справился Индивидуально Не принял свой выход Он не сделал размена Фнатики благодаря этому вышли Даже если бы Кучер Одного убивал Все равно 4 человека Было бы дальше на Б Тут правда От Ангела Тоже многое зависело Он в свою очередь Тоже никого не забрал Оно того Как бы стоило Дживи забирает У нас игрока На А Плэнтиэто Дося Начинается Ну опять же Выход по всей карте Кримс действует в коннекторе Бомба при этом под Б Кучер убивает у нас Дживи Вообще в библиотеке Флуша в окне То есть Фнатики Как муравьи просто Разбежались По всей карте И Опять же За счет скила Работают Каждый по одному То есть Тут нужно как-то Ну или придумать схему В которой У команды Hellraiser Постоянно Два человека Смогут смотреть Какую-то из позиций Да Одну Ну или Четко каждый Ого Хороший хэдшот От симпла Остается он в ситуации 1-2 Пронакс красный Кримс 100 хп Опять же Пронаксу нужно Вылазить Вовремя на тайминг Он это понимал Потому что Симпл бы его просто задавил 15-9 Становится у нас счет У команды Hellraiser С проблемой с деньгами Есть денежки у симпла Он пытается помочь Своей команде Кинул 2 мки Подбирает АВП Сам будет играть без армора Ну и соответственно Вы меня поняли То есть Или Индивидуально каждый Должен смотреть Четко свои выходы То есть Ну там 5 до стоит таких Там Или 5 симплов И круто играет Собственно Фнатики и собрали Такую команду По сути Там Все очень жесткие Там возможно Кроме Пронакса Индивидуально Но Пронак при этом Все это Все это жестко Собрал в кучу И координирует А шары В этом плане Немножко отстают Буквально все То есть В принципе Опять же Тут уже Мое наверное Субъективное мнение Посоревноваться В стрельбе С каждым игроком Команды Фнатик Может только Симпл Как раз таки Все остальные А шары Ну Возможно Должны брать Какими-то другими вещами Там Розыгрышем Или тактиками Или умом Находчивостью Хитростью Но не всегда Просто в кейсе Ты возьмешь Хитростью Тут Нужны Жесткие моменты Просто вышел Как робот И раздал По голове Ну и в итоге Остается у нас Пронок с Олофмейстером Ситуация 2 в 2 Олофмейстер заходит на Киляет его Марикс Дробовиком И минус Пронокс Опять Егор Маркелов По сути берет Еще один раунд В своей команде Но Марикс Я проявил неплохо На этой карте Но пока что Холлорезер Проигрывается С счетом 15-10 Но в принципе Камбэк реален Тем более Что у команды Фнатик Сейчас эко-раунд Возможно Будет счет 15-11 Но если С счета 15-11 Фнатики Попытаются Взять Один единственный Раунд Но опять же Всегда вдвоем Принимать Какую-то из точек То есть Пытаться прочесть Своих оппонентов Или так подстроиться Ну Будет очень тяжело Поэтому Фнатиков Обыграет Только та команда Которая Во-первых Которая повезет Очень сильно То есть Фортуна будет На их удаче В контрсайке Всегда фактор удачи Да и в любом спорте Фактор удачи Он Есть Присутствует Иногда Больше Иногда Меньше Ну и соответственно Удача И Жесткость Командная игра Пока что Мне кажется Где-то рядом Могут находиться Дигнитосы Иногда Иногда Могут Находиться Нави Но тут уже Опять же Больше удачи Если день Нави Тогда да Но опять же Если день Фнатика Тогда что То есть Фнатикам не нужно Дня Они все Всегда Жесткие А если еще И день Их то Тогда Просто Жесть Начинается Ну и Нипов нельзя Сбавлять Конечно же Нипы Это Сумасшедшие Талантливые Игроки Хороший Тимплей И четкое Понимание Игры Поэтому Нипы Тоже Но опять же Нипам В последнее Все больше Все больше Нужен Фактор Удачи Еще На Фнатиков Граната В лицо Кучер Справляется Убивает Одного Уходит На Плент Убивает Еще Из пистолеток Римза Тут ему Ангел Помог И Ангел Завершает Всю эту ситуацию Еще 15-13 Вот Деньги Команды Фнатик Как мы видим Ну в принципе Я поторопился Сказав Что денег Может хватить На 2 раунда Здесь нужно Ставить По любому Бомбу У нас Есть АВП У Дживи Ну давайте За ним И смотреть У нас 2 АВП Даже Команды Фнатик Это Риск Это Риск Друзья Дживи С АВП Олаф Мейсер С АВП Если Снайпера Промахиваются Можно Остаться Просто без Двоих Игроков Олаф Мейсер Пытается Смачок Вычислит Своих Оппонентов Находит Небольшую Щель В нее Смотрят Тем временем Дживи У нас Под Б Олаф По-прежнему Работает В яме На коврах Находится У нас Пронок Скрим Забирает Нас Ангела При этом Ангел В самом Важном Раунде Решил Поджать Мидл Ну Я Большой Противник Любой Аркады Когда Команд Когда Команди Нужно Тащить Благодаря своей Аркаде Отдал Парочку Так сказать Принципиально Важных Встреч И Видел Тоже Других Аркадников Которые Жалели О своих Аркадах В ключевых Раундах Поэтому Как бы И тут Команда Hellraiser Не пожалела Симпл Играет С АВП На Б Замечает Живи Отличный Хэдшот Но при этом Атака Идет У нас По дату Дося С Аскаром Делает Один фраг Олаф Мейст Отправляет С АВП А Плэнт Опять Занят Ситуация 3 в 3 Смока У нас На хелпу Нету Марик Получает Немножко Дэмэдж 21 хп Остается Прилетает Флэш Коннектор Марик Начинает Нашивать На сигарету Но бомба Стоит Вообще На дефолте Симпл Пока Положили Смочок Он ничего Не видит Все Смок Развелся Можно Опять Делать Выбивание Позиции У террористов Замечательные Четкие флешки Откидывает У нас Пролакс Моментальные Ну тут Уже конечно Команда Фнадик Показала Уровень Тимплея Особенно Под эти Гранаты Ну Очень тяжело Отвернуться Они просто Слепят Весь Плэнт И в итоге Команда Хэлрезис Проигрывается Еще там 16-13 Друзья Первая Карта Уходит Шведам Небольшой Перерыв Следующая Карта Совсем Скоро